Здравствуйте, с вами Алина Сазонтова и вы смотрите информационный выпуск «День за днём». 22 июня 1941 года на рассвете войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, изменившая миллионы судеб и унесшая миллионы жизней. Она оставила несгладимый свет в памяти и сердцах людей. В этот день в Десногорске прошли памятные мероприятия. Смотрите сегодня в выпуске. Любой участник этих действий – это уже герой. Десногорцы почтили память защитников Родины. То, что мы не можем передать погибшим бойцам, мы должны отдавать корабликами, голубями, чтобы именно эти символы долетели до их душ. Воспитанники лагеря ДДТ приняли участие в акции «Запусти свой корабль памяти». Все остальные отходы, которые остались от горения, будут перевезены на полигон ТБУ. Десногорцы жалуются на дым и запах гари. Я всегда чту память погибших и живущих. Ретро-вечер. Завтра была война. День памяти и скорби на Кургане Славы прошел торжественный митинг. Жители Десногорска пришли почтить память героев, которые первыми встретили врага на рубежах нашей Родины. Подробности далее. Самая короткая ночь в году – ночь мужества, воли и бесстрашия. А затем 4 года и 27 миллионов унесенных жизней. Это каждый восьмой житель нашей страны. Ежедневно в страшных боях гибли тысячи героев. Героев, стоявших за свою Родину, за свой дом и близких. Вот итог вероломного нападения гитлеровской Германии на наши рубежи. Спустя 77 лет русский народ продолжает бережно хранить и чтить память о тех страшных событиях. Сотни десногорцев, в основном это юное поколение, воспитанники лагерей, волонтеры Центра культуры и молодежной политики, участники патриотического слета Отечества, пришли в этот день отдать дань воинам, павшим на полях сражений. Поисковые отряды кропотливо собирают по фрагментам историю. У подножия мемориала Курган Славы захоронены 1200 останков, поднятых поисковиками. На последней вахте памяти с 25 апреля по 6 мая отрядами за Родину и Высота найдено 118 солдат. 17 медальонов, 7 из них прочитано. За титаническую работу по поиску и восстановлению исторической памяти и имен героев председателю Совета ветеранов войны и труда Игорю Журавлеву от Смоленской областной думы вручил почетную грамоту депутат Михаил Лосенко. Такие мероприятия это есть, воспитание нашей молодежи. Не зря я сегодня за такую работу председателю вручил почетную грамоту Смоленской областной думы. Ветераны и поколение среднее мы занимаемся воспитательной работой. Особенно среди молодежи. У нас молодежь замечательная. Настоятель храма всех скорбящих радости протеерей Виталий Сладков совершил молебен по всем павшим воинам, а затем обратился к юному поколению со словами напутствия. Здесь или во время летнего отдыха, куда бы мы ни ехали, посмотрите, какая красота, какая красивая земля, какая замечательная природа. И только благодаря миллионам жертв наших соотечественников эта красота не досталась врагу. Мы должны об этом всегда помнить. По традиции митинг завершился возложением цветов и венков к братским могилам. Все, кто пришел в этот день на Курган Славы, понимают, как важно помнить о той войне и не допустить ее повторения. У нас и дедушка в войну погиб, и многие мои родственники, и друзей тоже, то есть те возраста. Поэтому я пришла почтить память. Это дата памяти. Это памяти о тех, кто положил в свои жизни в первые годы Великой Отечественной войны, для того, чтобы немцы не смогли осуществить свой план по захвату нашей Родины. И им это удалось, мы это помним, мы это чтим, и наши дети об этом тоже не должны забывать. Любой участник этих действий, это уже герой, он должен хранить память. Мы должны ее хранить, чтобы помнить и не повторять ошибок времени. То, что в этот день на Кургане Славы было так много молодых людей, говорит о том, что гордость за своих героев передается в нашей стране от поколения к поколению. В Визовеньках Смоленского района увековечили имена узников Смоленского гетто. Установили мемориальные плиты с фамилиями погибших. На этом месте похоронены казненные нацистами партизаны, жители окрестных деревень, советские военнопленные, люди разных национальностей. Всего в этой деревне были убиты 10 тысяч жителей Смоленской области. Из них известны 1300 имен. Ежегодно 22 июня сотрудники историко-кровеческого музея организуют мероприятие, посвященное скорбной дате нападению фашистской Германии на Советский Союз. В этом году они решили выйти из привычных рамок и провели акцию «Запусти свой корабль памяти на берегу водохранилища». Наша съемочная группа побывала на месте события и увидела, как это было. Подробности в сюжете. Эта дата выбрана не случайно, ведь именно Смоленщина одной из первых приняла всю тяжесть наступления машины вермахта. В течение двух месяцев, с 10 июля по 10 сентября 1941 года, здесь шли ожесточенные бои. Поэтому сотрудники музея решили провести акцию, в которой участвовали дети из лагеря Дома детского творчества. Они считают важным, чтобы дети знали и помнили историю своей страны. Это день памяти и скорби. Очень, конечно, вообще не должно быть такого. Всегда должно быть мирное небо над головой. В первую очередь, конечно, над нашими детками. Запуская кораблики с надписью «Я помню», ребята почтили бойцов и командиров Красной Армии, погибших на полях сражений. Мы пришли вспомнить своих погибших дедушек, бабушек на Великой Отечественной войне, которая началась в 4 часа утра 22 июня. Мы сюда пришли, чтобы вспомнить погибших, которые отдали за себя и свои жизни за нас. Мне кажется, то, что мы не можем передать погибшим бойцам, мы должны отдавать корабликами, голубями, чтобы именно эти символы долетели до их душ, которые уже там, высоко. Каждый кораблик, запущенный в воду, символизировал послание от детского сердца сердцу солдата. Плывя по глади воды, они обязательно достигнут своей цели. Более 60 миллиардов рублей перечислила Смоленская таможня в федеральный бюджет с начала 2018 года. Если сравнивать с аналогичным периодом 2017-го, эта цифра выросла более чем на 20%. Ведомстве отмечают рост внешнеторгового и грузового оборота как по экспорту, так и по импорту. Смоленщина стала пилотным проектом внедрения на таможне программ видеонаблюдения и фиксации правонарушений в регионе. Сейчас создается база с номерами автомобилей, к примеру, перевозящих санкционные товары. А многочисленные видеокамеры и специальная программа позволяют в дальнейшем отслеживать эти машины. Уже третий день десногорцы чувствуют запах гари даже из окон своих квартир. За комментариями нашу съемочную группу десногорские пожарные направили в службу благоустройства. Подробности в репортаже. В начале этой недели неизвестные лица подожгли листья и ветки на территории окружной дороги. Службой благоустройства было принято решение, которое они согласовали с пожарными, произвести контрольный пал, чтобы уничтожить ветки и листву и избежать новых поджогов. Для этого была предоставлена специализированная техника. Для этого была закреплена поливомоечная машина, погрузчик с ковшом, трое людей с огнетушителями, лопатами. И в четверг мы приступили к полению. Соответственно, соблюдали, чтобы ветер был не в сторону города, а в сторону нежилых помещений. Но где-то часиков 9 вечера или ветер сильный, или перемена ветра в сторону города, ну и возобновился как бы вот этот лень, запах, или как он правильно сказать, пошел в сторону города. Будем ликвидировать вот эти все возгорания. После окончания вот этих работ, когда все это прекратится горение, все остальные отходы, которые остались от горения, будут перевезены на полигон ТБУ. Уважаемые десногорцы, не пользуйтесь непроверенной информацией и слухами. За разъяснениями обращайтесь в пожарную часть или в управление ГО и ЧС. В Десногорском водохранилище утонул 27-летний мужчина. Известно, что молодой человек отдыхал на водоеме вместе с компанией из девяти человек. Трагедия произошла около деревни Колпино. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. В пожарно-спасательном центре Смоленской области сообщили, что 21 июня водолазы Росховля подняли тело и передали его сотрудникам полиции. В Десногорске сгорела баня. Пожар произошел в садовом товариществе «Строитель». На место вызова выехали две автоцистерны и восемь человек личного состава. В результате пожаростроение полностью уничтожено. Пострадавших нет. Причины возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются. Одной из рассматриваемых версий является неисправность отопительной печи. 21 июня в Десногорске прошел ретро-вечер, посвященный Дню памяти и скорби. На городской летней эстраде ансамбль эстрадной песни «Ренессанс» подготовил ретро-вечер «А завтра была война». Звучали известные военные произведения. В то время патриотическая песня объединяла целые народы, и в этом была ее огромная сила. У каждой своя история, свой поэт и композитор. Много лирических песен о войне написано уже в наше время, и они так органично входят в нашу жизнь, что мы начинаем считать их рожденными в годы войны. Яркий пример тому – песня Игоря Матвиенко и Александра Шаганова «Там за туманами». «Там за туманами любят нас и ждут». Военные гимнастерки, костюмы и декорации переносили зрителей в то далекое время и создавали реалистичность обстановки. Выступления никого не оставили равнодушным. Десногорцы поделились, что для них значит день памяти и скорби. Я всегда чту память и погибших, и живущих. Считаю, что это мой, во-первых, долг. Я работала учительницей долгое время и прививала детям любовь, патриотизм. Наши деды, отцы деда положили голову почти через одну семью. Завершилось мероприятие «Минуты молчания». 24 июня в Десногорске состоятся межрегиональные спортивные соревнования по рубке шашкой козорла. В 10 часов 30 минут начнется торжественное открытие. Приглашаем десногорцев познакомиться и насладиться казачьей культурой. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. С вами была Алина Сазонтова.